Так, сейчас попробуем разобраться, что у нас вообще записывает, поскольку минут, там, что-то 7 минут было, может, конечно, что-то зависло, эффекты, блядь, какого ходят ты, сука, не на русском. Так, что за хуйня, блядь, вот всякая хуйня, у меня что, она не лицензированная, что ли, блядь, не знаю, ничего не написано, что-то, блядь, ты выключишься, нет, что презентировалась. Так, у нас какой вообще он, как это Камасутра, ёбаная, почему он так подвисает-то жёстко, запись идёт. То есть, да, блядь. Ну, а дело-то в... Блядь, в чём дело-то, компьютере или, блядь, в чём, нахуй? Интернет хуёво грузится, хулит этого интернета за толку, блядь, я же просто её загружаю, нахуй. Да, ну-ка, съебали, нахуй. Не, блядь, мне надо. Семь, нахуй. На ютубе посмотреть. Привет всем, с вами Псикейкин, и это туториал о программе Contasia Studio 7. Много людей попросило меня сделать туториал, вот я и сейчас вам всё объясню. В первую очередь, ну, вот вы запустили программу, вы ничего о ней не знаете. Давайте вот разберём её по полочкам, так сказать. Вот, если она у вас английская, лучше всего её русифицировать. Так, файл. Ну, здесь всё довольно-таки просто. Создать проект это, то есть сделать, ну, чисто новый, то есть это всё исчезнет. Знаете, нам... ой. Ну ладно. Так, нагрузим музыку. Ты заебал, сука, давай ближе к делу, батлшот, нахуй тебе. Можно открыть проект, то есть сохранённый, но у меня нету их. Потом последний проект, и вот заставка, безымянный, stranded, ещё всякие-всякие. Можно сохранить проект, сохранить проект как, то есть в разных форматах, экспортировать в zip, ну, то есть сжать, создать и опубликовать, но это никогда никто использовать не будет, я считаю. Специальные издания это я не знаю, импорт, мультимедиа тоже не знаю. Последняя запись это то, что вот я записывал. Так, библиотека, но это я не пользовался. Выход и импорт это тоже всё фигня. В правке я ничего не трогал, тут ни разу вообще. Так, вид, ну это кому как интересно. Здесь я тоже ни разу не лазил, воспроизведение тут. Когда ты вот сюда вот уже закинешь видео, можно будет их включать. Вот, серверс, ой, да, сервис. Ну тут всё довольно-таки понятно, объяснять не буду. Справка, но справка это фигня, тут ничего такого нету. Так, ну в первую очередь, что вам нужно сделать вот с работой в контексте, нужно нажать правой кнопкой мыши, вот сюда вот или сюда, куда удобнее, и нажать импорт мультимедиа. Убираете в файл, например, вот этот и вот этот, но я уже их выбрал, поэтому нажимать не буду. Вот, вы их выбрали и кидаете вот сюда. Первое, что он вас просит, это разрешение экрана. Размер записи, вот, 1360 на 768. Можно поставить меньше, но тогда тут появятся по бокам такие чёрные полосы. Поэтому лучше ставить то разрешение, которое стоит. Ну, в большинстве случаев, вот, нажимаете и окей. Можете тут вручную редактировать, например, там, вот так вот. Вот, нажимаем и окей. Тут он пишет то, что лучше себе 1280 на 1024 или меньше, но это не важно. Вот ваша запись. К примеру, вы хотите, не знаю, как-то её ускорить, что ли, или обрезать всякие крутые моменты, нарезать. Так. Ну, например, вам нужно вот от этой части избавиться. Нажимаете вот так вот. Вы её обрезали. Эту часть удаляете. Нажимаете кнопку DELETE или же вот так вручную удаляете. Ну, удобнее DELETE. Вот. Смотрим сейчас видео. Всё. Как бы выстрел произведён, можно опять обрезать и дальше. Здесь фигня. То есть лишнее можно тоже обрезать. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, к примеру, чувак бежит. Это можно удалить или же ускорить. К примеру, вот скорость клипа поставить. В процентах поставим 500. Оно урежется. Ну, вот так вот это будет выглядеть. Сейчас. Глючить. Ну, это надо как бы уже показывать в готовом варианте. Здесь будет глючить. Вот. Ну, ладно. Это трогать не будем. Вот. Это такие элементарные вещи. Скорость клипа. Расширить кадр. А, ну, это как бы его растянуть немножко. Этим я никогда не пользовался. Вот. Да ты вообще чем-нибудь пользовался? Здесь нет. Заебал уже. В частности видео. Можете также добавить, добавить музыку. Вот сюда вот будет что-то вроде такого. Вот. А также тут есть вот всякие кнопки обрезать, копировать, вставить. Но этим я не пользуюсь редко. Также тут есть. Блин, находит это. То есть вы можете создать дополнительные звуковые дорожки, чтобы добавить музыку. Ну, любой звук дополнительный. Дорожки выносок. Это сейчас объясню, что такое. Субтитров. О. Но этим я не пользовался. Но есть субтитры, маркеры и прочее. Можно также вот так блокировать. Но это я сейчас тоже объясню. Зачем это нужно. Так. Идем дальше. Вкладочка Libri. 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 Или Libri. Ну, неважно. Вот такие штучки есть. Это готовые всякие штучки, видео. Но их трогать я не буду. Я никогда ими не пользовался. Вот. Всякие вкладочки, кстати, вот нажимаете. Можете как-то их там, не знаю, использовать. Уделять. Уделять особое внимание именно на эту вещь. Ну, в общем, использовать. Так же вот. Ага. Вот эта выноска, это вот эта вот вещь. Ее можно изменить. Ага, на ней еще можно, кстати, писать. Вот. Так же ее можно изменить. Ну, про продолжительность ее сделать, например, 3 секунды. А пошел ты на хуй, блять. Или же 10 секунд. Вот она увеличилась. И в первую очередь вернулись. Здесь есть рынок, ау건, ясность и утrer. В furtherrin жарен. Мы попробуем это сделать. Уважаем jederстах, блять. Фемь, блять. В ини主. Продолжение следует...